Приветствую вас. Вопрос про непринятие своего внешнего вида на почве современных требований к красоте. То есть человеку хочется признания своей красоты, человеку хочется восхищения, а соответственно кажется, что недооценивают. Значит, смотрите. С точки зрения психологии ответ вам может быть такой. Значит, в определенный момент вы по какой-то причине решили обращать внимание на то, что вообще от вас хочет. По какой-то причине в определенный момент вы решили там себя сравнивать. Вот. Ну вот решили, да, вы себя сравниваете с кем-то по какой-то причине в определенный момент. С точки зрения психологии первое, что нужно сделать, это найти момент, когда вы начали это делать, когда вы начали себя сравнивать с другими людьми. С точки зрения психологии то, что вы описываете является, в общем и целом, я бы сказал, компенсацией. Компенсация. То есть это компенсация всего-то. Непонятие себя, наличие какого-то внутреннего конфликта и так далее. Вот. Возможно, отсутствие вот какого-то некого другого интереса в жизни. Вот. То, что вы описываете, по крайней мере, выглядит вот так. То, как вы это описываете. И, соответственно, я бы рекомендовал вам, ну, наверное, в первую очередь определиться, да, будет ли вы тратить свои силы и ресурсы на то, чтобы получить признание своей красоты, как вы говорите. И можно, в принципе, очень много тратить на это ресурсов, времени, сил и так далее. Можно идти несколько другим путём, да, можно заняться личностным ростом. Вот. Пригнать, например, что внешняя красота не является главным. Вот. Пригнать, что у вас есть, я так понял, мужчина, считается, для него вы красивые. И для этого, как бы, ну, означает, что вообще-то, ну, что вообще говоря, там, понятие красоты, да, очень, очень субъективное. То есть, если вот вы готовы это, допустим, принять, да, если вы готовы это признать, то открывается путь для вашего роста, открывается путь для изменений. Вот. Но только если вот вы это признаёте, только если вы это, ну, как-то допускаете от этой истории. Вот. Поэтому мне кажется, мне кажется, мне кажется, мне кажется, что первое, на что вам нужно обратить своё внимание, это именно на то, в каком направлении вы хотите двигаться. Вот. В том или в другом. Да? То есть, можно, можно пытаться, стараться себя менять в угоду моде, и растворяться в желаниях, в потребностях, в ожиданиях других людей, сколь угодно много, сколь угодно бесконечно, сколь угодно в этом направлении можно, ну, двигаться. Вот. А можно, как бы, признать, что у вас есть своя внешность, которая является уникально неповторимой, да, и спросить себя, почему мне вот так важно признание вот, там, моей красоты, ну, всеми, допустим, людьми, например. Да? Или, или, там, большим количеством людей, например. То есть, почему для меня, почему мне нужно, чтобы вот как можно больше людей меня, там, оценили, да? Вот. Потому что потребность в восхищении и потребность в признании, это нормально. Вот. Но, чтобы нравиться, там, всем, или, там, большому количеству людей, для этого нужно полностью потерять свою индивидуальность. Потому что, ну, как бы, вкусил, вкусил всех, вкусил всех свои, вкусил всех раз. Как бы, как бы нам этого, ну, как бы нам это, как бы нам не хотелось это признавать. Вот. Вот. Поэтому здесь вопрос, ээээ, именно, вот, как мне кажется, такой. Да? То есть, вопрос, именно, вот, выбора и, ээээ, выбора и цены. Вот. Я ни в коем случае не хочу сказать, что, ээээ, какой-то выбор и, ээээ, какая-то цена является правильным или неправильным. Вот. Потому что это, ну, как бы решает, решает каждый человек сам. Вот. Я просто, ээээ, что, что называется, эээ, хочу, чтобы решили это вы сами. Чтобы вы сами для себя определились. С этим. И уже, вот, ээээ, когда вы с этим определитесь, вот уже, тогда можно будет, ээээ, значит, ээээ, как-то двигаться. Ну, я имею ввиду, двигаться вперёд, двигаться вперёд, двигаться вперёд, может быть. Вот. Сейчас, да, пока что, вот, это, ну, это движение, да, этот путь вперёд, он, да, может взгляд вами блокироваться. Вот. Ну, оно и понятно, почему так. Вот. Потому что, вам, вот, вам важно, эээ, мнение восхищения других людей. Вот. Это нормально, в определённой степени. Но, я бы сказал, что, эээ, поскольку, вот, вероятно, вы, этому значению, уделяете слишком большое. Ну, соответственно, здесь идёт, ээээ, как бы, компенсация. Вот. И, эээ, на мой взгляд, эээ, наша задача заключается в том, чтобы увидеть, увидеть, постараться понять, ээээ, что конкретно вы, ээээ, пытаетесь компенсировать. Вот. Эээ, потому что, если, потому что, если, если этого не сделать, то есть, если не, если вы не перестанете, вот, как-то, вот, компенсировать, то это может зайти, ну, в общем и целом. Как мне кажется, достаточно далеко, и вряд ли вам от этого, от этого будет, прямо таки, скажем, хорошо. Вот. Поэтому, поэтому, эээ, подумайте, вот, поэтому, поразмыслите над этим. Вот. Постарайтесь вспомнить, когда, как, при каких обстоятельствах у вас вот это, ну, началось, да, то есть, например, всегда ли вы так вот этому, ну, всегда ли вы уделяли этому так много внимания, да? То есть, вот, что это были там у вас, что были у вас за чувства, когда вы уделяли этому внимание, вот, что, там, в вашей жизни происходило, вот, когда вы этому уделяли внимание. То есть, это вот эти, эээ, этим вещам, эээ, всем, всем этим вещам, эээ, нужно, эээ, уделить, уделить время. И, когда, если вы это сделаете, эээ, то, собственно, ээээ, ситуация, ээээ, вам будет, ээээ, как-то вот, ну, более, ээээ, более понятной, чем, ну, чем сейчас. Вот, и, соответственно, будет понятнее, в какую сторону вам двигаться можно, например. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, работу над комплексами, потому что то, что вы описываете, это именно 100 комплексов, вот. Обратная связь нужна, в первую очередь, для формирования первоначальных направлений для индивидуальной работы. Продолжение следует... Продолжение следует...